Неделю назад редакция нашего телеканала рассказала о проблеме с лифтами в доме номер 22 на Верхней Дуброве. В этой девятиэтажке шесть подъездов и в каждом возникла необходимость замены лифта. Работы начались в мае, в июле лифты установили, но для людей их не запустили. В итоге более двух месяцев люди были вынуждены ежедневно преодолевать серьезные испытания и изнурительный подъем до квартир. Очень тяжело, и не один раз в день, и если не один раз в день, очень тяжело. Поднимаемся с остановками, с сургами, дышать тяжело, приходим к ютубам, где-то такие релизы. Даже у кого-нибудь тяжело. Наша съемочная группа выяснила, лифт невозможно тогда было подключить в связи с оформлением необходимых документов. В фонде капитального ремонта нам пояснили, это стандартная процедура, завершить ее пообещали к концу прошлой недели. И слово «сдержали» 2 августа, лифт в доме запустили. Отмечу, в этом году на территории Владимирской области в многоквартирных домах меняют рекордное количество лифтов. Из-за требований технического регламента Таможенного союза безопасность лифтов. У нас на территории города Владимира в этом году будет заменено порядка 300 лифтов. Это действительно недешевое оборудование. Если взять, допустим, 9-этажный дом на 4 подъезда, значит, это будет порядка 16 миллионов на дом. Из-за срочной необходимости замены лифтов средства пришлось привлекать даже из бюджета региона. Всего по области до февраля следующего года специалистам необходимо заменить 515 лифтов. Их срок эксплуатации составит 25 лет. Продолжение следует...